Ну, я столкнулась с каменной стеной, такой вот, что либо я бедный, либо я творческий. Ну, вот это то, что я увидела, да, то есть, ну, вот, к сожалению, с теми, с кем я пообщалась, немножко, я столкнулась, я бы хотела, чтобы художники понимали, что деньги – это просто универсальная энергия, это не, они не могут быть плохими и хорошими, да, и завершая свою, как бы, сейчас фразу, я хочу сказать, что, вот, как Павел сказал, что мы дотрагиваемся до души человека, да, но, ну, если брать маркетинг, то есть три составляющие маркетинга – продукт, плейс и прайсинг, да, то есть, если мы будем рисовать и не будем показывать это миру в том месте, где клиент может это увидеть, покупать, да, и в том случае, если мы дадим неадекватную цену как маленькую, так и слишком большую, да, как слишком маленькую, слишком большую, то вот тогда не произойдет синергии и произведение искусства не будет куплено, да, поэтому три составляющие – продукт – это произведение искусства, плейс, место, где это продается, да, и прайс. Вот я считаю, что эти три вещи, они очень важны. Два стола. Два стола. Да, два стола. Первое, да, творческие процессы, люди, которые воплощены в творческий процесс, зачастую оторваны от того, что называется маркетинг, на продаже или другими аспектами, поэтому творческому человеку, прежде всего, это мое мнение, нужен продюсер, тот, кто будет, каждый будет заниматься своим. Один будет создавать, творить, а другой будет помогать ему это реализовывать и коммуницировать, эффективно основываясь там на различных законах, материальных, приземленных, каких-то вот этих вот моментах он должен это делать. Как у нас организован, это так тренд, давайте начнем. Никакая. Петр Михайлович. У меня очень короткий ответ. Деньги – это очень хороший маркер, в моем понимании, что такое истовочное, а что такое некое, что это не то, что. Если художник делает картину или пишет картину, но не пытается неоплощить деньги, то это никакого отношения к почте не имеет вообще. То есть деньги – это такая маркер, которая показывает, что либо это почта, либо это неплощая. Сколько стоит картина в Англии? Нисколько не стоит. Вот это просто причиня, что он не получил за них ни копейки. А вот услуги, рекламы, посредников, еще посредников, еще посредников – да, они стоят очень дорого. Когда вы выкладываете несколько миллионов за картину Вангкога, вы не за картину Вангкога выкладываете, а вы выкладываете деньги за вот этим посредником. Вот. Спасибо. Нет. Отпустим. Да. Я прошу не переговорил, потому что...